МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Каждый год тарифы на коммунальные услуги в Казахстане растут. При этом ситуация в сфере ЖКХ в корне не меняется. Почему? Насколько обоснован рост тарифов? Все ли могут платить за элементарные удобства? И какой выбор делать? Оплачивать счета за коммуслуги или же махнуть на все рукой и потратить деньги на другие нужды? Есть ли выход из коммунального лабиринта? Мы попробуем его найти в течение ближайшего часа. Тариф не по карману. Тема сегодняшнего выпуска. Вместе со спикерами и соведущими журналистами 7-го канала мы ищем выход из самых безвыходных ситуаций. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Семья Маметовых загнана в угол. Перед ними стоит сложный вопрос – оплачивать коммуналку или кормить детей? У нас в студии Алтынгуль Маметова. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Алтынгуль, скажите, сколько у вас детей? У меня 10 эрадитей. Сколько? Десять. Можно я пожму вам руку? Спасибо. Потому что вы десять детей. Вы настоящая героиня, потому что в наше время и на второго-то никто не может решиться, а у вас десять. Скажите, каков доход у вашей семьи? Муж зарабатывает 30 тысяч, и вот за два медали я получаю 11 тысяч. Это получается 40 тысяч доход у нас, да? 40 тысяч тенге в месяц имеет ваша семья, да? Да, семья, именно, да. И плюс теперь... То есть, подождите, вы как мать-героиня получаете на руки всего 11 тысяч тенге? Да, это вот за серебряный и за золотой медаль. Скажите, а жилье у вас свое или вы его снимаете? Нет, я снимаю. Какова цена жилья? За жилье я плачу в месяц 45 тысяч. Мне просто помогают, люди помогают. У меня тетка там вот сидит, она мне помогает. То есть, получается, вы живете в минус себе? Да. Ну, куда деваться? Значит, на все про все у вас 40 тысяч тенге. То есть, это 12 человек, да? 10 детей и двое взрослых. Чем занимается ваш супруг? Он сейчас логистом работает на ИП. А я дома сейчас, у меня маленький ребенок, к третьему месяцу пошел. Ну, не знаю, вот как-то живем. 3 300 тенге на одного человека в месяц. Давайте посмотрим на экран и посмотрим, как живет семья Маметовых. Вот так живет семья Маметовых. Они вынуждены себе во всем отказывать. Вы только представьте, 40 тысяч тенге на 12 человек, из которых двое взрослых и 10 детей. Даже страшно представить, что будет, если кто-то из них заболеет. Или, допустим, каждый год у нас есть эпидемия гриппа. Скажите, Алтангуль, а вы оплачиваете коммунальные услуги? Конечно. Ну, получается, 40 тысяч, ну, 45, это туда и входит. За водой, за этой энергией, электроэнергией, все. То есть вы отдаете все? Да. А теперь я хотел бы обратиться к нашим специалистам. Что вы посоветуете этой семье? Чем вы сможете им помочь? Существует в стране механизм четкий. Защита называется жилищные пособия на оплату коммунальных услуг. Туда входит даже для сельских жителей, применяемый для отопления. Телефон входит, все. Единственное, остается заявителю, инициатива, пойти в САБЕС и написать заявление. Там даже пакет документов сокращен до минимума. Вот если в Астане максимальное, что вы можете тратить, законодательно так закреплено, не более 10% из этого. То есть 4,5 тысячи тенге вы оплачиваете хоть сколько вам начислили, а все остальное за вас по механизму жилищного пособия оплачивает бюджет. Но если вы сами не ходили в соцзащиту, не оставляли заявление, другое дело. Вы ходили в САБЕС? Насчет чего, например? Насчет пособия. Либо вы об этом вообще не знали. Почему? Насчет пособия я хожу. Жилищные пособия на выплату коммунальных услуг. А, жилищные пособия не ходила. Видите? Просто понимаете, люди не знают. То есть из 45 тысяч человек может оплачивать только 4,5. В Ахмолинской области, например, в городе Кокшетау, инвалиды, пенсионеры, многодетные матери, вот такие семьи, как в Армангуте, они вообще 6%. То есть из 45 тысяч 6% только оплачиваешь, все остальное берет на себя бюджет. Хорошо. Какая вот конкретная помощь может быть оказана этому человеку? Готов о том, чтобы после передачи дать адрес, телефон с Абеса города Астаны, пойти с этим человеком и помочь проконсультировать. Спасибо. Я думаю, это просто очень хорошо, потому что прямо в начале программы мы решили очень одну большую проблему. Между тем, Маметовы в такой ситуации далеко не единственные. Все мы знаем размеры пенсионных выплат. Потому и пенсионеры, всю жизнь посвятившие развитию страны, вынуждены жить впроголодь, но зато с оплаченными коммунальными услугами. Они-то как раз самые дисциплинированные в этом плане. Скажите, у нас в студии есть пенсионеры, которым очень сложно выплачивать коммунальные услуги на данный момент? Меня зовут Карл Гайслиан-Нагабасова. Я, кстати, тетя Алтенгуль. Так. Я получаю пособие по инвалидности. Но тем не менее, благодаря, значит, мне квартплату, мне очень тяжело. Я получаю 22 тысячи. 22 тысячи я должна разделить на квартплату, на лекарства и на продукты. Понимаете? А этого всего не хватает. Вот посадить бы одного хотя бы чиновника на эту вот мою пенсию, я бы посмотрела на одни сутки, каково было бы этому человеку. Я посмотрела бы. Скажите, а вы платите коммунальные услуги? Я, конечно. Вовремя? Вовремя я плачу. Без опозданий, без всяких задержек. Потому что я законопослушный человек. И я требую тоже от закона и чиновников такой же прозрачной чистоты и справедливости. Замечательно. Выход есть в том, что надо информировать о возможных механизмах социальной защиты. Выход есть в том, что информировать правильно. Я понимаю, что это может быть неинтересно. Агентство по регулированию естественных монополий раз в 12 месяцев получает сотни заявок на повышение тарифов. И позволяет чаще всего эти тарифы повышать. Под каким требованием? Они требуют от компаний и монополий инвестировать в повышение эффективности. Они позволяют повышать тарифы, чтобы деньги шли на улучшение самого производства. Вот обратите внимание, вы говорите, что якобы за счет тарифных денег инвестируется. Вот официальная статистика. Это инвестиции в основной капитал с 7 по 11 год. Обратите внимание, 80-70% вот это синенькое кругляшок, это республиканские деньги бюджетные. Оранжевый кусочек, это местные бюджеты. Красненький кусочек, очень маленький, 4,5% водоснабжения и 1,4% теплоснабжения, это средства предприятий. Вот как раз таки тарифный доход. Вот это официальная статистика. Соответственно, сейчас опять выход есть. Выход есть в том, чтобы вот этот красненький значок, а в первую очередь зелененький значочек, стал намного больше. У нас в студии депутат мажориса парламента Андрей Бегинеев. Здравствуйте. По-вашему, тарифы у нас сейчас соизмеримы с доходами нашего населения? Ну, в частности, нет, конечно. Везде существуют социальные защиты. Это мы все знаем прекрасно. Если, может, действительно где-то неосведомленность идет для простых граждан, это, конечно, я считаю, что исполнительные органы не дорабатывают. Но тарифы, они в любом случае будут расти. Как бы мы ни хотели, как бы было не тяжело и пенсионерам, и многодетным, но тарифы будут расти у нас в любом случае. Потому что любое предприятие, оно не может работать в убыток. На сегодняшний день в Казахстане до сих пор есть миллион девятьсот двадцать шесть тысяч квартир, где не установлены индивидуальные приборы учета холодной воды. Самое главное, скажите, вот как умудрился город Шымкент? Это единственный город, где у нас на сегодняшний день вся вода, которая потребляется через кран, фиксируется прибором учета воды. А если ему противоположность, другой город. Это город Жизгазган, где вообще ни одной квартиры нет. Уникальный город – это наша родная Астана. На сегодняшний день огромное количество абонентов, ну, не соврать, где-то 60-50 тысяч квартир, при том, что здесь когда-то давали возможность бесплатно установить. Потребляют все равно без контрольно-измерительного прибора. У нас в студии есть генеральный директор Астана Суарнасыда, Саев Валихан. Валихан Маратович, скажите, вы в этом году поднимали тарифы на воду? Мы поднимали в прошлом году. В прошлом году? На сколько? Буквально на 5%. Почему? Ну, обоснованность. Нам дали дифференцированный тариф. Это дифференцированный тариф на три года. Тариф, так называемый, дифференцированный, потому что он идет по норме потребления. То есть там есть разделен он для групп потребителей, для физических лиц, для юридических лиц. Для физических лиц он делится по норме потребления. До трех кубов и свыше трех кубов. У вас какая-то статистика есть о повышении тарифов воды, ну, по той же Астане, допустим? В этом году вы планируете повышать? С 2002 года по 2010 год тариф в Астане-городе не поднимался. С 2010 года он поднялся два раза. А в этом? В этом году он будет тоже подниматься. На сколько? Да. Не больше 10-15%. Валерий Кенге вы не могли бы сказать, а то в два раза это ухо режет. В Кенге я вам скажу так. Один куб стоит 35 тенге на сегодняшний день. Сколько будет стоить куб после повышения? 38 тенге. Вот что вы представляли, сколько стоит холодная вода и тысячу литров и так далее. На сегодняшний день житель Казахстана может себе позволить купить железнодорожную цистерну емкостью 60 тысяч литров. От 1260 тенге, это житель Ускаменогорска, потому что ему 1000 литров обходится в 18 тенге. И самое, так скажем, кустанайский или кокшитауский житель может купить ее огромную цистерну железнодорожную, отхлорированную, очищенную, насосом давит тебе в квартиру за 3600 тенге. Хорошо. А на сколько это примерно хватает на человека? Это хватит вам на год. Я представляю Национальную экономическую палату Атомикен. Я предлагаю прекратить обсуждать воду. Почему? Потому что вода на самом деле занимает очень незначительную часть во всеобщем тарифе. Основное это тепло, да, в сезон, когда мы оплачиваем, и электричество. У нас, к сожалению, к нам не пришли представители основного сбыта. На самом деле проблема сейчас уже выросла из физических лиц. Физические лица платят немножко меньше, чем малый и средний бизнес. То есть малый бизнес платит больше, средний бизнес платит еще больше. Так вот я хочу сказать, что в наших регионах ситуация уже немножко накалилась, мягко говоря. И малый бизнес, уже к нам поступают жалобы, работает уже чисто на энтузиазме, потому что их продукция, в которую они закладывают новый уже тариф, она становится неконкурентоспособной. Юлия, скажите, у вас есть ответ на вопрос, как жить вообще нам? Мы заключили для начала меморандум с Оремом, да, с тем, чтобы участвовать везде в публичных слушаниях. Плюс мы создали у себя экспертный совет в Атомике, где мы смотрим жалобы предпринимателей, жалобы населения. Обращайтесь. В общем, нужно понять, насколько действительно мы можем платить столько, может быть, действительно нужно пойти через заемные средства, посмотреть какие-то дополнительные источники финансирования, не наш с вами карман. Аманжол Александрович, вопрос к вам. Скажите, сколько заявок о повышении тарифов было подано за прошлый год вообще? Тысячу с лишним, из них больше половины было отказано, поэтому по поводу того, что всем поднимают подряд и так далее, около 30% оставлено на прежнем уровне. Только там, где произошли повышения затрат, незначительно, был повышен. Что вы предлагаете нам для облегчения, для облегчения, понимаете? Вы говорите, вы говорите, пенсии подняли, хорошо. Но и коммунальные подняли, помимо этого еще и продукты подняли. А как же жить нам дальше и особенно многодетным матерям? Еще раз объясняю, все люди, которые входят в категорию социально уязвимые слои населения, начну перечислять, пенсионеры, матери-одиночки, воины-афганцы, ветераны, чернобыльцы, родители инвалидов и так далее, это целый список. Они все получают, их доходы складываются за счет пособий, пенсии, то есть есть фиксированный доход. Вот все они, согласно этого постановления правительства, относятся к категории социально уязвимые слои населения. Так. Они, согласно этого постановления правительства, оплачивают не более определенного процента в разных регионах. В среднем по стране составляет 10%. В ходе того, что я сейчас выслушала, ну масса просто вопросов. Вот вы, хорошо, вы сослались на законодательный акт, что только раз в 12 месяцев имеет право повышаться тариф. Могу сказать по Алмате и Алматинской области, тариф на электроэнергию в течение 12 месяцев повысился ровно 3 раза. На воду 2 раза. Повышение последнее было в январе этого года. Цифра какая? Киловатт стоил до января. До января стоил 16,8, сейчас 18,79. За киловатт? За киловатт. Следующий рост, это январь, первый рост. Я называю вам последний, вот, 18,79. Секунду, вы сказали, в течение года... Нет, нет, хорошо, но извините, я иду отобрать. С января, с января месяца. Перед этим был тариф 14,71. Когда? Это все октябрь, декабрь 2012 года. И последний тариф 18, вот, то, что я назвала, 79, это январь 2013 года. Как объяснить, это в 12 месяцев не прошло? Или вы считаете только вот 12-й год, и то, что пошло с 13-го, там мы еще будем считать 12 месяцев? Вы знали там, Анжела Витальевна? Так? Естественно, я знаю, и... А почему молчите тогда? Нет, секунду, я отвечу. И вы сейчас вот просто так, знаете... Теперь идем по вашим цифрам от обратного. Последний рост, вы сказали, 18 тенге сколько? Ну, Евгений, понимаете? Вы же назвали сроки. Хорошо, я просто вам сейчас... Я сейчас сказала, что в течение 12 месяцев прошло трижды повышение тарифов на электроэнергию, дважды на воду. Так. Потом следующее вы говорите, что у нас вот есть ряд социально уязвимых. Вы перечислили их очень красиво на пальцах, да? Матери-одиночки у нас полностью лишены каких-либо льгот. Почему? Почему? Они в этом перечне сидят. Я тот же самый вопрос могу задать вам. Андрей Анатольевич, действительно ли так? То есть слова Ларисы вы можете подтвердить, либо это не так? Нет, я не могу их подтвердить. Каким образом? Лариса, какие у вас доказательства? У меня просто ряд знакомых, матерей-одиночек, которые, да, они просто не могут получить различные поступки. А куда они обращались? Обращались. А куда они обращались? А куда они обращались? Диалог Евгения напоминает разговор слепого с глухим. Поэтому я считаю, сейчас разговор беспредметный. Представитель ОРМ, он подготовлен, постоянно апеллирует слайдами. Также здесь, на самом деле, если представить, просто на сайте сделать, просто доступным всем, то сразу будет понятно, из чего складывается тариф. И вот то, что нам сейчас объясняют, как людям неграмотным, и нам же показывают, говорят, вы неграмотные люди. Тариф слово у вас раздражает, как овчарок. И люди здесь, на самом деле, действительно раздражены. Потому что от того, как бы сладкоголосый не пел представитель ОРМ, людям живется плохо. Речь идет о чем? Тарифная политика сейчас стала вопросом чуть ли не политическим. Что нужно делать? Вот здесь говорил депутат о том, что реально прожиточный минимум сейчас не удовлетворяет ситуации. То есть затраты на коммунальные услуги превышают заложенные в прожиточном минимуме, в реале. Соответственно, величину прожиточного минимума нужно пересчитывать. Коммунальные услуги нужно закладывать туда, они не заложены сейчас. Речь идет, первое, раз идет программа модернизации за счет повышения тарифов, значит, должна быть прозрачность. Собрались выше триллиона тенге за счет повышения тарифов. И причем собрались с условием, что будут вводиться новые мощности. Новых мощностей практически не ввели. Это онлайн формирование тарифов, каждый год техника, экономическое обоснование тарифов везде по регионам. Это привлечение общественного контроля, будь то организаций пенсионеров, будь то гражданская инициатива любых организаций. То есть и полнейшее взаимодействие. Здесь людей за дураков держать не надо. Спасибо. Евгений. Евгений, можно я хоть название сайта скажу, где вся эта информация, которую предложили, как бы только вывешивать? Мы понимаем всю реакцию, которая сейчас здесь происходит. Но давайте все-таки выслушаем человека. Люди уходят. Люди уходят, потому что они не верят в ваши цифры, в ваши графики. Вот это и не интересно, понимаете. Это просто цифры вы говорите. А что вы еще? А как кроме цифр? Ответов нет. Вы забыли об одном важном обстоятельстве. То, что у нее перед ней стоит еще жилищная проблема. Она прописана совсем в другом месте. Вы почему-то не упомянули, для того, чтобы получить эту компенсацию, для этого нужно сначала оплатить эти счета, потом, значит, уже предоставить оплаченные квитанции. Откуда, какие квитанции она должна предоставить? Со съемной квартиры, с чужого хозяина или по месту прописки, где она не пользуется коммунальными услугами? Вы понимаете, что эти механизмы, они для большинства населения не работают, потому что у нас половина населения имеет жилищные проблемы. Люди, значит, стонут уже, не могут платить тарифы. Нас пытаются убедить. Да нет, все окей, все хорошо. Чуть-чуть выросло, совсем немножко. Значит, коммунальную сферу ввели в рамк бизнеса. Правильно? У бизнеса одна задача – извлечение прибыли. Как можно социальную сферу делать прибыльной? Понимаете? Поэтому тарифы, они будут расти. Это будет продолжаться до тех пор, пока государство не изменит свою политику в отношении коммунального хозяйства. Вот по тарифам, по всем прочим вот этим вещам. Мы продолжим через несколько секунд. Не переключайтесь. Вы смотрите ток-шоу на седьмом. Тема разговора сегодня – тариф не по карману. Во время рекламы к нам присоединился житель Тимиртау Игорь Хомутов. Он считает, что повышение тарифов – это лобби отдельных людей. Почему вы так считаете? То есть, по-вашему, это вот некий такой заговор, правильно? Столько заговоров. Я считаю, что вообще наша система ЖКХ, она не готова к внедрению вот этих дифференцированных тарифов. Вот вы свои картинки показывали. Можно мои? Вот фотографии, да? Это как идет ремонт трубопровода. У нас проспект Металлоза. Авария. Это устранение аварии. Не устранение аварии. Дело в том, что вообще срок службы трубопроводов по нормативам для стальных трубопроводов составляет 25 лет. Вот этот трубопровод, который сейчас идет в замену, он проработал 7 лет. Сейчас трубы меняют. Опять же, за чей счет? За наш. Это раз. Обратите внимание. Ограждение. Я поднял гучу по поводу ограждения. Есть правила в строительстве. Ограждения должны быть выполнены из стальных щитов. Это все должно загрываться так, чтобы не попадали туда ни люди, никто не мог попасть просто так. Я поднял гучу. Ну, там дальше будет видно. Ленточки заменили на сетки пластиковые. Что тоже не защищает. Во-вторых, вот опять же нарушение. Это трубы, подготовленные к укладке. Внутри видим ржавчину. То есть, вся эта ржавчина потом водой вымывается куда? Идет в системы горожан. Это вообще по нормам торцы должны быть закрыты. Чехлами, заглушками или так далее. Но опять же, неправильная укладка плит. Они должны идти с деревянными прокладками. Равномерностью прокладываться. Как попало их набросали, приходит их износ. Все трубопроводы должны, должна быть выполнена теплоизоляцией. Это же теплосеть. Теплосеть. Это же не водоканал. Тепло, тепло. Это тепло, да? Это тепло, но тепло тоже тарифы. Должна быть выполнена теплоизоляция. Ее нет. И при этом Акжетпес заявляет, что вот у нас большие потери, у нас все воруют. То есть, они теряют тепло, они отапливают, значит, улицу. Акжетпес это местное коммунальное предприятие. Да, да, да. Местное коммунальное. Хорошо. Греем воздух, и потребители опять же оплачивают. Согласен. Согласен. Дело в том, что ТО Акжетпес это структурное подразделение компании, которая является градообразующим в этом городе. Ежегодно выделяется около миллиарда тенге. Что касается тарифа на тепло, на воду в городе Тимиртау, тариф на тепло покрывает фактические затраты процентов всего на 30-40. Так, если бы вот эти трубы меняли за счет тарифа, вот километр замены вот этой трубы стоит около 300 миллионов тенге. Вы хотите сказать, что компания за свой счет это делает? Естественно. То есть мы за это не платим? То есть люди, да, Тимиртау? Нет. Почему нам все время говорят, что повышение тарифов связано именно непосредственно с ивнутом? Еще раз вернитесь к третьему слайду. Он же вам четко показал, какое соотношение наших денег, как потребителей, и бюджетных денег. Помните вот этот круг? Да, я помню. Вы говорите, что трубы меняют. Хорошо. Но теплопотери. Согласен с вами. Гигантские теплопотери. Порывы зимой. Согласен с вами. Из-за неправильной прокладки труб постоянные порывы. Они постоянно эту трассу вскрывают, закрывают. Это значит, вода это уходит. За нее тоже оплачивают люди. За теплопотери. Все это оплачивают люди, опять же. Институт политических решений сегодня с нами. Алишер Тастенов, пожалуйста. Вы неоднократно поднимали вопросы касательно тарифов. Вы к чему-то пришли? Для начала хотел бы сказать, что тарифы на самом деле это верхушка айсберга. На самом деле это системная проблема. Потому что у нас высокий износ инфраструктуры коммунальных услуг. У нас в среднем по Казахстану износ составляет 70%. По электрическим сетям это 65%. По тепловым сетям 80%. И по сетям водоснабжения это 70%. Приведу только одну цифру. Общая протяженность сетей водоснабжения у нас составляет 27 тысяч километров. Из них 19 тысяч километров нуждается в полной замене. Этот износ, он, естественно, бьет по карману. Каким образом? Он как раз таки является стимулятором повышения тарифа. С одной стороны, необходимо усилить работу по поддержке потребителей. Вторая главная проблема – это повышение инвестиционной привлекательности ЖКХ. У нас также в студии присутствует президент Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан, Синдюков Валерий Владимирович. Известно, что тарифы на воду по Казахстану будут, то есть поднимаются от, грубо говоря, от 50% до 400%. Это довольно-таки ощутимые цифры. Мы буквально последние полгода проводили такую политику, что тарифы в городах должны повыситься кратно, в два, может быть, в три раза. И экономически это обосновали именно цифрами, фактами, теми конкретными мероприятиями, которые нужно провести. Но в три раза – это же 300%, насколько я понимаю, правильно? Давайте в тенге. Если тариф, допустим, был 16 тенге в Ускаменогорске или в Семипалатинске, и он увеличится в два раза – это 32 тенге, да? В три раза – это сколько? 48, да? Аж тенге. Аж. Много это или мало? На 48 тенге за 1000 литров воды. Да, воды. 48 тенге. Сколько угодно найдем примеров в магазинах воды, чисто нашей водопроводной воды, разлитой в бутылки. Народ покупает ее. Люди не понимают, почему поднимают тарифы. Пока мы не будем людям объяснять, вот это не прекратится. А сколько сейчас из госбюджета выделяется денег, ну, конкретная сумма на модернизацию сетей? Ее выделяется в том достаточном объеме, сколько заявляется акиматами заявок. Например, в Финляндии в договоре о поставке электроэнергии указано, если в течение года более трех раз отключалась сеть, и отключение длилось более 17 минут, то по договору оплата за весь год возвращается потребителю полностью, а поставщик, он штрафуется. У нас поставщики несут какую-то ответственность? Да. Все несут. Персональную. То, что вы привели в пример Финляндию, очень хороший пример. В качестве коммунальных услуг есть два критерия всего. Это временной промежуток в виде 24 часа у меня услуга не должна ни на секунду отключаться. Второе качество – это цвет, запах воды и так далее. То есть качественные параметры согласно санитарных норм и правил. Вот эти два качества регулируются жестко огромным количеством документов. Если взять в пример Германию, то там коммунальные услуги включены в потребительскую корзину. У нас такое возможно сделать? Талгат Абдежапаров, Каспотребнадзор. Вот госорган РЭМ на самом деле, он официально по закону стоит на защите потребителей, услуг монополистов. Но посмотрите внимательно, что происходит. Настолько сейчас все это накипело, что кризис доверия госоргану – это налицо. После рекламы о том, на какие ухищрения идут люди, чтобы сэкономить, вы можете выбрать тему одного из ближайших выпусков, отправив смс по указанному номеру. Подробности вы видите на экране. Также вы можете проголосовать за тему на сайте седьмого канала. Тройное W.TV7.KZ Всем ли по карману наши тарифы? Мы пытаемся узнать сегодня в ток-шоу «Выход есть». На что только не идут люди, чтобы хоть как-то сэкономить. И здесь сразу на ум приходит знаменитая пословица «Голь на выдумки хитра». Внимание на экран. И вправду нужда заставляет что-то придумывать, изворачиваться. Не исключение и наш следующий герой. Сегодня автор этого способа добычи воды в нашей студии. Кабдула, здравствуйте. Здравствуйте. Почему одним напором не набрали-то ведро? Почему по капельке? По капельке, чтобы экономить на бюджет какой-то, как говорится. Это не экономия. По капельке, чтобы счетчик не крутился. То есть, получается, когда вы набираете ведро по капле, счетчик не крутит? Нет. Не крутит. Да. Ну, приходится на такое идти. Приходится же. Ваши тарифы... Ну, сколько вы наворуете вот таким способом? Каждым днем ваши тарифы... Кабики, сколько вы ведер воды наворуете за месяц? Ну, вот скажите. Кабики, давайте цифрами. Сколько вы воды наворуете за месяц? 10 ведер. 10 ведер – это 100 литров. 100 литров сегодня стоит 30 тиинов. Сумасшедшая экономия. Давайте просто поаплодируем человеку. Тарифы растут, а уровень жизни падает. Граждане уже не могут платить. Например, раньше за среднюю квартиру в 50 квадратных метров люди платили 10 тысяч тенге, а теперь в два раза больше. При этом нет прозрачности в расчетах. Если раньше человек платил за воду без счетчика 198 тенге, то сейчас по новому тарифу – 1205 тенге. Это ровно в шесть раз поднимает цену на воду. Я хотел бы обратиться к представителю Института политических решений, Алишер Тостенов. Скажите, не грозит ли нам это катастрофой? Ну, я хотел бы привести такой пример. В прошлом году наш институт проводил статологические замеры по основным источникам социального беспокойства. Проблема роста цен и тарифов находилась на первом месте. Причем этот уровень не снижал в течение всего года. Естественно, это бьет не только по потребителям, это бьет и по предпринимателям, потому что из-за роста тарифов повышается и затратность производства. Что касается сельского хозяйства, то, естественно, там ситуация будет находиться на катастрофическом уровне. Скажите, ну, значит, стоимость овощей, фруктов поднимется только из-за того, что поднялась стоимость воды? Безусловно, она будет повышаться, и она будет неконкурентоспособна по сравнению с, скажем, другими производителями, там, Узбекистана, Кыргызстана. Да, я хотел бы обратиться к Аспотребнадзору. А вы как считаете? Что касается продовольственной корзины, мы считаем, что как показатель стоимости продовольственной корзины нужно вменить работу эффективности региональных акимов. Предмет того, сколько своего мяса выращивают они, сколько овощей завозят, мы по сезону ждем, и каждый раз зависим от того, когда откроется граница с Узбекистаном, откроется, не откроется, и какие будут цены. Поэтому, если конкретно говорить, вменить это акимам, регулирование потребительской корзины, а конкретно продовольственной корзины, я думаю, могут быть результаты. К сожалению, хочу огорчить институт, что с 96-го года вся эта вода субсидируется, и на сегодняшний день от себестоимости они оплачивают не более 4-10%. То есть им достается уже удешевленная вода. Не вся себестоимость включается в доставку до их полей. А на законодательном уровне это как-то у нас закреплено вообще, да? Естественно. Нам повышают тарифы на воду, призывают экономить, а тем временем наши ледники бесхозно тают. Хотя этой воды, будь она направлена в правильное русло, хватило бы многим и надолго. Малец Хамзаевич, мы обращаемся к вам, ну, как к председателю экологического союза. Скажите, так ли это на самом деле? Однозначно. Вы уже потеряли 40% ледников. Сейчас идет изменение климата. Все наши реки, в общем-то, горные реки. Когда они кончатся, и чем меньше льда остается, тем быстрее он тает, и в итоге мы можем остаться вообще без воды. Вот две большие реки, которые протекают по Казахстану, это Ильи и Черный Иртыш, Иртыш потом уже, это ледниковые реки. И еще меньше и меньше воды. Ильи, допустим, дает 80% воды в озеро Балхаш. И когда она перестанет течь, то, соответственно, и Балхаш умрет. Соответственно, это вот аральская соль сейчас летит за 2500 километров и садится на ледники нашей Теншани. Что нам нужно делать? Это большой комплекс проблем. Это не только Казахстан, это весь мир должен этим заниматься. Но пока правители и общество пока не понимают, куда катится наша планета. То есть на самом деле мы теряем воду? Однозначно. Мы, тем более, очень мало воды имеем своей. Она пришлая, можно сказать. То есть в будущем в Казахстане вода будет на вес золота? Мы просто сами беженцами будем. Как можно жить без воды? Это невозможно. Воды не станет. Сейчас это нужно делать все, что сказать, и межправительственные соглашения. Допустим, Китай не подписывает конвенцию по трансграничным водам. Об этом мы говорим давно, но ничего не делается. Одни какие-то переговоры идут, 20-летие уже, но никаких действий нет. И они тратят воду, как хотят. Но сейчас Балхаш живой только из-за того, что тают очень сильно ледники, очень быстро тают. Но как только ледники кончатся, и Балхаш умрет сразу. Скажите, по вашим подсчетам, сколько осталось времени? Да немного, немного. Ну, если, допустим, ведь 40% это толстый лед, так сказать, был. А сейчас там немножко, то есть он уже сам себя не держит, этот лед. Он очень быстро тает. Вот мы позапрошлым году делали экспедицию под ледники Хантенбери, там, целый комплекс вершин. Уже ледников-то не осталось. А раньше были там 10-метровые толщины лед. Сейчас нету. Так что нас ожидает очень... Ну, а какие ваши конкретные предложения? Что мы должны делать? Что должно делать правительство, государство? Ну, во-первых, экономить воду, как мы сейчас тратим, вот сейчас сегодня говорили. Течет у нас, канализация вся, то есть это водопроводы порваны. Там выливается колоссальное количество воды. На ваш взгляд, повышение тарифов как-то повлечет за собой экономию воды? Ну, тоже умное надо делать. Сегодня государство все свои проблемы решает за счет народа. Все проблемы. Там и вода, и электричество, и топливо, тепло, и все остальное, все тарифы поднялись. Внезапно. Как будто что-то произошло страшное. Ведь любой тариф, он должен, кстати, просчитываться. Как говорит наш уважаемый эколог, проблема действительно очень серьезная. А почему вы говорите, что в парламенте у нас эта проблема рассматривается частично? Ну, я хотел сказать, что депутатами был сделан депутатский запрос, и мной лично, на премьер-министра по поводу красводных ресурсов Казахстана. Премьер-министр Сергей Кеметоч нам ответил, что программы эти есть, и также под трансграничным реком тоже ведутся переговоры с Китаем, но и с другими странами. Пришли к соглашению, что в 2014 году проведут научные работы, исследовательские, и методику проведут, а в 2015 году будет реализована программа. Смотрите, вы сейчас говорите про исследовательские работы. Насколько я понимаю, ситуация очень критичная, нам уже нужно какие-то меры принимать. Евгений, есть уже конкретные цифры. Если 2 миллиона 800 тысяч квартир во всем Казахстане, то из них третья часть неприбаризированная. Вот по расчетам специалистов, вот эти, если 926 наших сограждан, это наши с вами соседи, если они все установят индивидуальный прибор учета воды и начнут не как кабеке, с ведром, чтобы счетчик не крутился, а начнут хотя бы обращать внимание на этот счетчик, цифра составляет, вы не поверите, возможности снижения потребления 40% это примерно 10 боровых. А почему сейчас у нас не строится водохранилище, не знаю, там для хранения талых вод? Почему? Строится. Суперфильтры, может, какие-то, ноу-хау. Не в недостаточном количестве, но в любом случае, особенно на юге страны, там водохранилище строится. В счетах об оплате коммунальных услуг еще одна позиция, о которой мы сегодня не говорили, это КСК. У нас сегодня присутствует председатель городской ассоциации кооперативов собственников квартир Низамбек Инжибаев. Низамбек Абылбаевич, скажите, из чего складываются тарифы КСК? Ну, тариф складывается где-то с 18 или с 19 позиций. Ремонтные работы, зарплата рабочих, соц. отчисления, налоги, приобретение материалов, дезинфекция. Вот эти вот 19 где-то позиции. Почему в каждом доме тариф разный? Нет. А разный почему? Вот сегодня КСК это кооператив собственников квартир. Так. Однако одни в этих КСК есть 9 домов, 6 домов, 7 домов. И некоторые есть на красной линии дома, которые стоят, там встроенные помещения есть. Ну, магазинчики там все. А где они стоят внутри квартала, там ничего нет. Получается, внутри квартальщики, которые ничего не имеют, у них больше идет здесь со встроенного помещения берется еще дополнительно, а здесь они сами. посему немножко разница бывает. То есть, получается, раз созданное ТО, раз созданное ПЭ, значит, они зарабатывают деньги. Это обычный бизнес. Да, да, да. Да. У нас в студии Нелли Елагина, которая недовольна работой КСК. Да, очень мы недовольны. Правильно. Расскажите нам о своей проблеме. Ну, у нас проблемы такие. С 2006 года эти проблемы у нас начались. Нас застройщик поставил свое ТО. Оно называлось Айжибе сначала. Ну, мы были согласны, конечно, они соблюдали полностью. С 2009 года поставили ТО Тарлан. Это тоже поставили свои застройщики. То есть, у вас деньги взымаются, но работа никакая не проводится. Никакая не ведется. Мало того, что я лично сама с 2010 года не заключаю с ними договор. Лампочки, потому что мы вкручиваем сами, следим за подъездами сами. Вот. Работу они никакой абсолютно не проводят. Евгений, Евгений, скажите, как можно контролировать работу за ТО ТО ТО? Во-первых, первое, застройщик, подождите, застройщик, если подписал акт государственной комиссии, то 18 месяцев он ее еще доводит. Все недоделки, все. Извините, все 18 месяцев уже прошли. Ну, а кому обращаться сейчас? Почему они не спонсируют? Уже пересказ, собственникам не помогает. Там Махаббат несколько очередей. И некоторые очереди не сдали, но застройщик единый. В результате получается вот такое состояние. Если сегодня благоустройство не в качественном состоянии, они должны попадать снова в суд и сказать, милые мои, вы же подписали акт государственной комиссии. Работа КСК, работа этого ТО, это в вашем видении? Вы в курсе про проблемы вот в этом ЖК? Про Махаббат-1, знаю, остальные проблемы. У нас потребителей тоже написало письмо. Понимаете, везде, где можно было. Ничего пока на данный момент не ответили. Вот после этого студии мы встретимся и в рабочем порядке все решим. Смотрите, ну, все, по-моему, вашим вопросом уже пообещали заняться. Я думаю, наша редакция будет за этим следить и мы уже посмотрим. Замечательно. У нас сегодня присутствует адвокат Жандос Туяков. Скажите, в вашей практике часто случаются вот такие случаи, жалобы на КСК? В данном случае, я считаю, чем бесполезно обращаться в государственные органы, нужно подавать в суд. Если большинством голосов владельцев квартир было принято решение, то я считаю, что они должны реализовать свои права через суд, так как здесь уже сложились гражданские правоотношения. Скажите, а какие нарушения со стороны КСК наиболее распространены у нас? В основном граждане обращаются о возмещении материального ущерба в связи с затопом квартир. Например, порыв произошел общего стояка. Они ссылаются, вот только что представитель КСК тоже об этом сказал, что застройщик отвечает. На самом деле, на самом деле, вот у меня на практике было одно дело, ну, чтобы не проиграть, я выставил ответчикам и застройщика, и КСК. В конечном итоге, то есть, когда в суде было назначено ряд экспертиз, суд доказал, то есть, экспертиза доказала, что это по вине обслуживающей организации. Спасибо большое. У нас в студии Илья Лунев, юрист. Илья, скажите, что нужно делать гражданам, которые обивают пороги инстанции, как Нелли, которые не пришли на телевидение? Все потребители должны помнить, вот в отношении КСК, что фактически КСК это такая форма организации, которая является саморегулируемой. То есть, собрались, общее собрание, приняли решение. Сейчас по характеру правоотношений действительно видно, что КСК уже есть де-факто, де-юре его нету. А де-юре хозяйничает ТО, целью деятельности которой является извлечение прибыли. В вашем случае следует вообще отказаться от услуг этого ТО. Уже давно нужно было создать закон по этим КСК, четко определить его функции. Это простая общественная организация, но она владеет деньгами, понимаете, деньгами собственников и насильно заставляет их плодить люди. Не то, что они добровольно вкладывают. Вот эта чехарда с этим законодательством как раз и дает возможность воровать этим всем председателям КСК. Не всем, но в большинстве своем они все криминальны. После рекламы мы поговорим о том, какие альтернативные методы экономии существуют и встретимся с людьми, которые уже пользуются этими методами на практике. Оставайтесь с нами. В эфире ток-шоу «Выход есть». Тариф не по карману. Тема сегодняшнего эфира. Тарифы растут как на дрожжах, а зарплаты и пенсии не могут за ними угнаться. Многие вынуждены экономить на пропитании, другие вовсе отказываются платить по счетам, но есть еще и те, кто нашел выход из ситуации. Альтернативные источники энергии. Если для кого-то это еще просто слухи, то для Марата Нагмитулаева это уже реальность. Скажите, какой альтернативной энергией вы пользуетесь и что это вообще такое? По гранту Глобального экологического фонда программы «Развитие ООН» мы установили в поселке Муйнак в райском районе в 8 домах солнечные батареи, где 15 лет не было электричества, но во время развала Советского Союза поворовали провода, столбы и вот по программе я руководителем этого проекта являюсь. Мы установили в каждый дом по солнечной электростанции. Скажите, насколько это эффективно? Сейчас мы на этих солнечных батареях они, как вам сказать, здесь рентабельность этих батареек в том, что полная зарядка идет у них 6 часов, получают они электроэнергию и как, вот смотрят телевизор, даже могу сказать, 8 домов я осветил, вот я недавно там был, уже подключают вот телевизор, телевидение спутниковое, радиотелефоны, заряжают свои сотовые телефоны. Давайте посмотрим на экран. Вот это солнечные батареи, которые вырабатывают солнечную энергию. А если пасмурная погода? Если нет солнца? Если пасмурная погода, то 30% идет зарядка аккумулятора. Ну, слушайте, по-моему, это все-таки выход. Но подобные альтернативные источники энергии используются не только в отдаленных аулах, но и в крупных городах. Известный исполнитель Серик Алдыкулов тоже присоединился к рядам, использующим экологически чистые виды энергии. Серик, что вы выбрали для себя? Солнечные панели. Солнечные панели. Это выгодно? Ну, окупаемость примерно в течение пяти лет. Ну, по подсчетам грубым. Вы живете в многоквартирном доме или в частном? Нет, это частный дом. То есть, ваша солнечная установка, солнечная батарея не стоит на крыше прямо? Да, на крыше. Какова стоимость? В среднем около 5000 долларов. 5000 долларов стоит вся ваша установка? Да, вся система. И монтаж туда? Нет, установка производилась только мной. А, вы сами монтировали? Да, все устанавливали сами. А скажите, этой энергией можно зимой отапливать помещение или нет? Да, можно. Но, как сказал коллега, не такая большая эффективность, естественно, потому что, ну, солнца нету прямого попадания. А так, достаточно солнечного дня, ну, то есть, даже если пасмурно, все равно электричество собирается, фотоны падают, и они как бы накапливаются. А что у нас сейчас делается именно по альтернативным источникам энергии? По альтернативным у нас в этом году будет в Ерминталовском районе будет ветропарк строиться, где-то 50 мегаватт. Это Жунгарские ворота Алматинской области и мини-ГЭСы. Нашим редакторам удалось связаться с известным изобретателем Альбертом Болотовым. Он рассказал нам о своем виндротере и о том, насколько он востребован в Казахстане и за его пределами. Виндротер это такая система, которая принимает ветер с любой стороны, во-первых. Во-вторых, она не ограничивает вырабатываемую энергию при росте скорости ветра. И таким образом один агрегат имеет широкий диапазон выходной мощности, обладает высоким уровнем производства энергии, ну, в 10 раз выше, чем пропеллерная. Дело в том, что все эти агрегаты снабжаются аккумуляторными батареями, которые в случае избытка ветровой энергии или поступающей энергии накапливают энергию в соответствующих этих аккумуляторных батареях. Обычно считается так, что 8 кВт станция обеспечивает питание дома большой семьи, в которой есть все приборы. Сегодня мы выпускаем агрегаты мощностью 1, 2, 5, 10 кВт. Значит, кВт час на наших установках сейчас стоит от 22 до 32 тенге за кВт час в зависимости от той скорости ветра, какая есть в месте установки. 10-киловаттная машина стоит 15 тысяч, 1-киловаттная машина стоит полторы тысячи долларов. Почему столь ценные изобретения до сих пор мы не используем у нас здесь, в Казахстане? Ведь это такая экономия энергии будет. Евгений, буквально два слова в начале комментария. Первое. Очень давно уже принят закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности. И глава государства, правильно сказал, очень большое внимание и Экспо-2017, знаете, основная тема будет энергия будущего, это именно зеленые технологии. По поводу закона об возобновляемых источниках, и только что в видео вы видели, все-таки киловатт по себестоимости стоит в 3-4 раза дороже, чем традиционные источники. По мнению международных экспертов, при поставке источника альтернативной, вот то, что вы говорите, почему не применяется? Никто не дает стопроцентной гарантии, что в сети всегда будет одно и то же напряжение и все время у вас будет электроэнергия. Насколько я знаю, я разговаривал с сотрудниками ПРООН, организации, организация ПРООН предлагала проект городу Астане, они расписывали карту розы ветров, они приготовили конкретный план действий. Почему мы отказались? Отказались, в свое время ПРООН предложил даже на Джунгар, в смысле, где Джунгарские ворота поставить ветерную станцию. Насколько я понял, будет устанавливаться? Мы не смогли, мы сколько говорили, бесплатно дают деньги, поставьте ее, ничего не получится. гранты, гранты никогда не бывают бесплатно, за ними идут определенные рекомендации, ну это как... Какая разница, какая рекомендация? Дают деньги, чтобы поставить, не смотри. никто не спорит, я еще раз хочу объяснить, чтобы не было заблуждений, что альтернативные источники являются панацеей. Скажите, пожалуйста, как-то вот эти альтернативные источники, они могут сыграть на наши тарифы, снизить наши тарифы? Естественно, они сейчас вообще идут параллельно, и программы приняты, и развитие электроэнергетики до 2020 года, и программы энергосбережения и повышения энергоэффективности нашей экономики до 2020 года, они идут параллельно. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу, я хочу обратиться ко всем участникам программы. Какой выход вы видите из тарифной кабалы? Нет никакой тарифной кабалы, оплачивается тот уровень стоимости, который возможен. Необходима модернизация, переходить на современные технологии, и, конечно же, самое главное, это учет. Учет, он все равно дисциплинирует людей, и предприятия, не только людей, и предприятия. Я думаю, что все-таки в отдаленных поселках все равно не будут проводить электроэнергию, и надо ставить альтернативную энергию. Однозначно, альтернативная энергетика должна сейчас и усиленно развиваться. Второе, мы должны все-таки жить по нашим возможностям, что надо сократить собственное потребление. Вот если каждый человек подумает над этим, то есть он должен меньше потреблять и воздух, и энергетика. То есть гражданская сознательность какая-то? Да, сознательность должна быть. Я вас понял. Вот этого я хотел бы. За один день солнце излучает энергии столько, сколько человечество традиционным способом добывает энергии за целый год. То есть если говорить о глобальности. То есть потенциал огромный. Я считаю, что это старое мышление, что они называют солнце альтернативным источником питания. То же самое, что и уголь. Это все с природы. То есть и то, и другое альтернатива. Зачем нужно богатство, если оно не служит народу? Все у меня. Очень мудрое. Когда есть сервис и качество, можно не стыдать повышать тариф и брать деньги. Правильно? Напоминаю, тему нашей следующей передачи вы можете выбрать сами путем смс-голосования. Условия отправки смс вы сейчас видите на экране. Также вы можете проголосовать за понравившуюся вам тему на сайте седьмого канала www.tv7.kz В завершении хочется подвести итог сегодняшней беседы. Нам как потребителям нужно повышать свою грамотность. В каких-то моментах учиться отстаивать свои права. А всем тем, от кого зависят тарифы на коммунальные услуги, хочется пожелать следующее. Думайте не только о своей выгоде. Думайте о народе. А главное, помните, что выход есть. И он, как всегда, есть на седьмом канале. Огромное спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова